АСМИК ПАГАСЯН Время она занимала пост вице-председателя Армянского общества культурных связей с зарубежными странами. Эта организация ещё с советских времён размещалась в старинном здании в центре Еревана на улице Абовяна. Следственный комитет Армении сообщает, что при поддержке председателя АОКС после посла в России и Израиле Армена Самбатяна, АСМИК ПАГАСЯН оформила это здание в собственность организации. Позже АОКС учредила общество с ограниченной ответственностью, в капитал которого вложило указанное здание и его земельный участок, оценённый в 400 тысяч долларов. Таким образом, здание стало собственностью коммерческого предприятия. Наконец, 100% акции указанного предприятия за 550 тысяч долларов были проданы компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах на имя родственника АСМИК ПАГАСЯН. Мне нужно, чтобы был какой-то Tagen с airructurant, которые людиhatом, когда людиат 300 тысяч долларов, а также и他们 2代, которые教育ят до 38 тысяч долларов, а также и Monday. И поэтому неakterment 하지 они не нужны Metricные островы, которые сегодня сами они достанут. Экс-министру предъявили обвинение в отмывании денег. Ее объявили в розыск. Дело против действующего посла Армении в Израиле Армена Самбатяна возбудили по обвинению в соучастии. В его отношении применен залог в размере 20 миллионов драмов. Здание, позже отданное под АОКС, было построено в конце 19 века и какое-то время служило больницей. Оно представляет собой сочетание различных стилей европейской архитектуры той эпохи и входит в список памятников республиканского значения.